всем привет и у меня вот такая вот красотка это у нас сорт аркс рей и покупала я его по цен очки за 135 гривен он был очень сильно залит вот так он выглядит без упаковки очень красивые цветочки я попросила отправить мне его без субстрата потому что как я уже говорила был очень сильно залит корни все оказались плохие до единого виламент снялся без каких-либо усилий и только потом я узнала что этот сорт очень проблемный капризной и очень немногим удается его спасти дать ему вторую жизнь и его даже прозвали сортом самоубийцам и вот он оказался у меня я его зачистила и вот что осталось цветонос естественно я срезала виламент как я уже говорила снялся я его просто обложила камушками вот те же и оставила и периодически опрыскивала его ну примерно раз в день немножечко на эти тяжи и все это уже кстати я снимаю где-то пять дней прошло один маленький корешочек остался который не до родства мокрого собственно субстратов и в принципе больше ничего там нет но это спустя еще десять дней пока ничего не растет не слушать но вот стоит пока что вот так вот там камни все без изменений так вытащила я его решила снять еще один листик вон и тут вот такая вот картина тут все у нас намного интереснее не могу в кассирок а вот вот такая вот ерунда и она мягкая вот этот зачаток корня так что видимо еще один придется снять листик сняла потому что думаю виде вижу там какая-то вот как корень вот так вот торчал и я думаю сниму листик чтобы корням было легче расти вот и сняла так что сейчас посмотрю что там дальше вот зачистила вроде ничего такого аж сильно страшного ничего нет это был черный корешок он высох и был такой вот мягенький но не мокрый и сняла еще один листик вот чтобы все-таки убедиться что там больше ничего нет ну и по крайней мере освободила шейку для роста корней прошло 10 дней и вот так теперь выглядит мой аркс рэй он теперь листами воду на реанимации стоит вернее одним листом потому что вот этот листик у меня в воде начал подгнивать я его обрезала кончик вот этот листик у меня сильно сильно загибается вот здесь возле шеек если я его опускаю воду поэтому он у меня только одним листиком воде этот листик вроде все с ним нормально те же я решила обрезать поскольку они были совершенно бесполезны и не жизнеспособны все-таки мне кажется что листом в воде он как-то больше напитается нежели теми сухими тяжами поэтому я приняла вот такое решение эти же срезала пустила листьями воду еще за это время я сняла один листик он был цветоносе и я боялась что там обычно возле цветоноса у нас бывают какие-то загнивание поэтому я решила его снять там все было хорошо но немножечко я обработала там и вот сейчас показываю вам шейку вот так вот теперь выглядит этот пенечек и шейка вот он я обработала фиолетовым это антисептик после снятия листика и когда я сняла листик вот этот еще который был вот здесь вот на цветоносе ки уже были вот так вот на бухшие корешочки и воду буквально пару дней прошло и эти корешочки уже у нас вот такие вот красивенькие старый корень у нас не раскуплился ну а новые пошли вот с другой стороны тоже здесь два уже клювики проклюнули корешочка и один еще вот там вот на подходе так что вот наконец-то у нас есть позитивные результаты чему я очень рада этот сухой пенек хотя я не знаю сухой он или нет но вот пока я к нему не лезу пока я ничего не режу уже когда будут хорошие корешочки тогда я уже подумаю срезать его или нет пока что вот так вот ну и дальше я его оставляю на наращивание корней вот точно также листиком в воде стоит он у меня на подоконнике без досветки к сожалению на подоконниками не светки нет а там где есть она просто нет места поэтому он стоит на подоконнике вот так вот будем ждать пока эти корешки у нас вырастут достаточно большими чтобы уже перевернуть его и опустить корнями в стаканчик и наверное скорее всего я его буду пытаться выращивать без субстрата потому что сорт очень капризный корни очень насколько знаю подвержены загнивание поэтому будем пробовать ну дальше уже я вам буду показывать держать вас в курсе пока что вот такие у меня результаты с ним надеюсь все дальше будет хорошо потому что как я уже сказала сорт капризный и он у нас может еще что-то вытворить так что всем спасибо за внимание надеюсь ролик был для кого-то полезным и всем пока пока